Добро пожаловать в третий матч пятого игрового дня GSL Code Day первого сезона 2016 года. Мы будем смотреть PvP, Best of 5 противостояние, в котором принимают участие два очень известных и сильных игрока. И один из них это Samsung Galaxy Deer, бывший чемпион GSL и бывший чемпион мира в третьем сезоне 2013 года. Вот такой вот титул завоевал Deer сначала в Корее, а затем уже и на общемировых просторах. Ну и он играет против действующего чемпиона мира по версии World Championship Series, а также, как мы прекрасно помним, двукратного чемпиона мира, потому что SOS уже покорялся мировой титул в рамках Intel Extreme Masters. Как вы успели догадаться, это Jin Air Green Wings SOS, безусловно, сильнейший игрок Heart of the Storm, если мы говорим о расе протасов. Ну, может быть, временами он был не настолько хорош, временами он, может быть, был не настолько успешен, но все-таки, если просто посмотреть на его титулы, опять же, два титула чемпиона мира в 2013 году, если помните, он на WCS Global Finals обыграл Джей Донга, в 2015 году тоже на WCS Global Finals обыграл в финале Лайфа, в очень интересном и классном финале. Третьего трофея, это, опять-таки, то, о чем и говорил Intel Extreme Masters World Championship, то вот так вот набираются три трофея чемпиона мира, можно его считать двукратным чемпионом, можно его считать даже трехкратным чемпионом, если говорить просто о количестве трофеев. И все эти трофеи были добыты в эпоху Heart of the Swarm, больше, ну, ни один протас не может похвастать сколько-нибудь подобным набором, конечно, SOS немножечко не хватает титулов внутри Кореи, немножечко не хватает ему побед на GSL, SSL, вот такого рода турнирах, и как раз лучший результат протаса Generic and Wings, это выход в полуфинал второго сезона GSL 2015, так что в одном из компонентов все-таки Дир посильнее потитулованнее своего соперника, это как раз успехи на корейских просторах. Ну да ладно, это все мелочи жизни, там титулы, шмитулы, вы сами успели заметить, что в Лотве очень многое поменялось, поменялась расстановка сил в целом, у игроков поменялось, ну, я не знаю, какие-то моменты, связанные с работой команд, потому что, если взять, например, команду Genair, да, то мы видим, что один из лучших тернов Ходса, если, опять же, не лучший тернов Ходса, Maru, как-то пока абсолютно ничего не показывает в Legacy of the Void, мы видим, что Трэп в такой себе форме находится, один из действительно стабильных, хороших игроков команды Genair, мы видим, что Зерги тоже и близко не на том уровне, Рогу не показывает пока тех креативных, интересных билдов, которые он показывал в конце Heart of the Form, я думаю, вы помните, Нидусы, Дропы, Беймлингов, там много интересных стратегий на счету Рога, вот пока в Лотве он ни интересными стратегиями, ни хорошими результатами не отмечается, ну и SOS все-таки не проходил он отборы на предсезонные соревнования, не проходил отборы на GSL Preseason, просто вылетал от не самых сильных соперников, не прошел отборы и на SSL, и в итоге его единственный шанс это как раз Global StarCraft 2 Лига, если он проиграет в этом матче Диру, то вот по-хорошему вся первая половина 2016 года для него будет во мраке, потому что особых шансов отныне у него не будет, посмотрим, как это играет сейчас SOS, опять же, матч для него очень важен, но что касается Дира и команды Samsung Galaxy вообще, то вроде бы у них пока в Лотве все более-менее ладится, не идеально, но довольно неплохо, и поэтому можно считать, что в целом команда Samsung готова к выходу нового экспансиона довольно хорошо, вот увидим, насколько Дир готов к своему сопернику, пока отмечаем очень интересные стратегии в начале, ну, я не особо комментировал, что происходило в первые пару минут игры, потому что вы сами видите, просто оба игрока очень мирно открылись, оба поставили две быстрых базы, и дальше с двух локаций переходят совсем разные вещи, вот если посмотреть на SOS, то он поставил сразу два строгита, и сейчас массово клепает фениксов, причем делает это абсолютно вслепую, не зная вообще, что там происходит у соперника, у него разведка была только первым адептом, и, естественно, он там толком ничего не увидел, в это же время Дир играет в сейфовый блинг, блинг, который у него, между прочим, уже готов, поэтому фениксы прилетели очень поздно, но на самом деле, если фениксы прилетают уже когда у соперника готов блинг, то, ну, скажем так, от них толку не очень много, зато я вижу, от чего тут может быть большой толк, по крайней мере, по задумке SOS-а, обратите внимание, SOS ставит прокси-базу, вот там вот слева сверху красная точка на миникарте, это как раз третий Nexus SOS-а, который ставится в таком весьма интересном месте, причем, насколько успел заметить, пробка там дежурила довольно давно, то есть SOS и планировал, в принципе, там изначально ставить Nexus, но и в итоге, в итоге как раз не отказал себе в подобном удовольствии, причем только что туда была отправлена иллюзия, феникс-иллюзия синего протаса, только что туда полетел, но перехватил его как раз SOS, потому что его фениксы были расположены там, где нужно, то есть немного не повезло Диру, может быть, немного повезло SOS, но с другой стороны, вполне возможно, что это было сознательное действие, тут дуэль обсерверов, обсерверы увидели друг друга, но SOS, конечно, уже отправлял туда фениксов, для того, чтобы сбить обсто соперника, но в итоге преуспел в этом именно Диру, у которого, опять же, есть блинк. С другой стороны, у SOS вроде бы даже больше фениксов, чем сталкеров у соперника, поэтому, в принципе, для него конкретно эти сталкеры, может быть, и не такая уж преграда, и действительно, SOS начинает просто поднимать и убивать сталкеров Дира одного за другим, но тут подходит еще парочка, достраивается пилон, SOS понимает, что в любой момент может пойти пилон оверчардж, и не рискует, не рискует куда-то лезть. Обратите внимание, у Дира уже делается шторм, у него есть темплар архивы, и темплар архивы против фениксов это в любом случае очень хорошее дело, потому что шторм или фидбэки просто, или даже архоны, которых фениксы не могут поднимать, все это замечательные инструменты для противодействия фениксам, ну а SOS, в общем-то, занимается сейчас тем, что раскачивает свою скрытую базу, и обратите внимание, варпризма Дира полетела как раз по верхней кромке карты, и она не замечает эту локацию, пролетает Дир мимо, конечно, SOS снова везет, потому что если бы чуть-чуть вот как-то с другой стороны попытался пролететь своей варпризмой Дир, то он бы уже знал о существовании этой локации, конечно, не дал бы там спокойно добывать, но Дир ничего не знает, Дир полетел варпризмой куда-то в совсем-совсем-совсем далекий левый верхний угол карты, и задумка Дира заключается в том, что он будет дропать темплеров, что он будет штормить рабочих соперника, довольно распространенный прием еще во временах Heart of the Swarm как раз-таки, хотя я не помню, чтобы конкретно Дир или SOS так развлекались, помнится, партинг очень любил этот прием в PvP, но вот увидим ли мы вообще в ближайшее время партинга в корейском Старкрафте, непонятно. Ну да не будем о грустном, апгрейды 1-1 делаются у SOS, то есть он как раз двойные апгрейды предпочитает делать, его соперник делает апгрейд только на атаку и выходит на четвертую базу, то что SOS уже сидит на 4-х Дир, конечно, не знает, и таким образом Дир не подозревает даже, что находится позади по экономике, причем так, довольно существенно, особенно если сейчас газы заработают на этой прокси-базе, но вот опять-таки есть хорошая возможность у Дира изменить ситуацию по экономике с помощью дропов Темплеров, и вот сейчас, видимо, он будет именно этим и заниматься. Он, похоже, высадил Темплеров, чтобы проверить, сколько там у них маны, наверное, убедился, что у каждого есть маны на 2 шторма, и сейчас мы посмотрим, как этот дроп будет работать, Варпризма прилетает на базу SOS, но SOS шикарно реагирует. Вот, реакция достойная чемпиона мира, правда, сейчас все его войска так прошлись под штормами, реакция, реакция, ну, как-то вот не очень толково в итоге получилось расплетить войска, тем не менее, вы знаете, 2 Темплера и Варпризма по цене 7 пробок, мне кажется, это не та акция, которая вас будут заманивать в супермаркетах, поэтому я бы не был так уж доволен на месте Дира, если бы знал, сколько именно рабочих я убил. Дира точно не знает, конечно, но может подозревать, что их было не слишком много. Тем временем Фениксы, наконец-то, находят себе применение уже в такой стадии игры, потому что Дир отбивался, конечно, образцово от Фениксов, с учетом того, что у него вообще-то изначально было только несколько сталкеров, у него соперника 2 Старгита, стоит отдать должное, конечно же, протасу Samsung Galaxy, все было сделано на высшем уровне. Сейчас вот Дир еще одного Феникса забирает, и такое ощущение, что собирается выдвигаться вперед, у него, как мы видим, апгрейды 2.0, и делаются дальше дисрапторы, а вот у СС апгрейды 2.2, и он играет через мозгитовое войско, имморталы, зилоты, архоны и фениксы, которые, понятное дело, по задумке СС должны поднимать дисрапторов, чтобы те не выдавали каких-то смертельных выстрелов, ну и вот пошел первый выстрел, далеко не смертельный, собственно, он вообще пришелся в молоко, но пока обы кого, честно говоря, поднимает СС, и жестко он походил под штормами, и поймал еще один залп от дисраптора, но пока не очень убедительно СС смотрится, потому что, прежде всего, тяжело ему с дисрапторами бороться, и Фениксов он, по-моему, уже всех отдал, но у СС уже готовы апгрейды 2.2, и только что он шикарно расплетился от залпа дисраптора, по-моему, СС сейчас уже можно драться, у него, как по мне, чуть более грамотный состав армии, в том плане, что просто имморталы, зилы, архоны, мне кажется, получше, чем имморталы, зилы, архоны с блингсталкерами, то есть лучше лимит блингсталкеров вообще не вкладывать при вот таких составах армии, но есть, конечно, дисрапторы, вот, дисрапторы это серьезное преимущество Дира, один из них был в воздухе и забирает его СОС, залп от второго тоже не удался, СОС вот сейчас великолепно Фениксами контролит, и в итоге дисрапторы Дира в этом сражении никак себя не показали, сейчас, правда, в очень узком месте дерется СОС, но, видимо, его это не смущает, потому что у него очень много урона вот сзади, с тылу наносят имморталы, и, опять же, преимущество по апгрейдам, очень серьезное было 2.0 на 2.2, вот сейчас только у Дира доделся плюс 3 на атаку, но основное сражение уже было проведено с отставанием по грейдам, вот это был F2-клик явно, попался прогеймеришка на F2-клике, все ладдерные игроки тут же узнали себя, когда Абсерверы и Мазершипкор полетели вперед, потом ты вроде отвел назад основную армию, оказалось, что Мазершипкор и Абсерверы отдались сами, причем Мазершипкор не восстанавливает, Абсерверы тоже, ну да, вроде бы тут нет, Дарков вновь великолепно парируется выстрел Дисраптора с помощью Феникса, вы, вы знаете, мне кажется, СС тут уже побеждает, потому что у него есть много имморталов, целых 7, у соперника нет ни одного, он вложился в Дисрапторов, которые толком здесь не сработали, ну и фактически это конец, по-моему, это просто конец, потому что имморталов нечем убивать абсолютно, зилоты, которые пытаются вгрызаться в имморталов, тут же получают сплэшем от архонов, да, на этот раз выстрелил один Дисраптор, вот второй выстрелил и очень здорово выстрелил, но больше-то толком здесь ничего у Дира нет, и что самое неприятное для него, вот-вот доделаются апгрейды 3-3 у СОС, и таким образом, если только что было хотя бы 3-0 на 2-2, то сейчас будет 3-0 на 3-3, ну, там, правда, скоро доделается и у Дира первый апгрейд на армор, поэтому, вроде бы, для него тоже ситуация, ну, чуть-чуть подправится, 5 локаций мы видим у синего протаса, 5 локаций, в принципе, и у красного, поэтому Дир может считать, что время работает на него, но это снова не так, потому что в течение всей игры он так ничего и не узнал о проксе базе соперника, варпризму перехватывает сейчас СОС, он прекрасно видел апсервером, что варпризма улетала, поэтому ему не составило труда ее перехватить, ну, и просто не было рядом доварп у СОСа, поэтому он не смог дожать соперника, сейчас у него делается варпризма, есть прокси пилон, пусть даже это медленный пилон, ничего страшного, лучше хоть такой доварп, чем никакого, по лимитам мы видим преимущество СОСа, по грейдам, опять же, 3-3 на 3-1, плюс 2 грейда это очень серьезно, вот на самом деле 3-3 на 3-1, это преимущество весомее, чем 2-2 на 3-0, хотя вроде бы и там и там отличие в 2 апгрейда получается в сумме, ну да ладно, чем, ладно, не важно, потом об этом поговорим, собственно, дарки, дарки у СОСа появились на поле боя, и посмотрите, как много дарков у Дира нет здесь апсервера, да, это просто ГГ, ну, тут в любом случае было бы ГГ, я не хочу, чтобы у вас сложилось ощущение, что это исключительно из-за дарков, нет ничего подобного, конечно, это произошло, потому что ССа здесь было больше, и опять-таки по апгрейдам он был впереди. Так вот, как раз, если сравнивать, допустим, ситуацию с апгрейдами 2-2 на 3-0, вот был такой момент, да, с той ситуацией, которая была сейчас, на самом деле, да, Дир отставал в предыдущем сете, вот, в ситуации 2-2 на 3-0 в плане апгрейдов на армор, на 2 грейда, но так как он выигрывал 1 апгрейд на атаку, то в целом можно сказать, что ситуация по грейдам была равной, потому что апгрейд на атаку дает в PvP намного больше за счет бонусов дополнительных, которые получают юниты именно от апгрейдов на атаку, ну, об этом вы можете в нашей книге почитать, математика победы не буду слишком подробно рассусоливать, тем более, что вторая игра у нас, к сожалению, не с начала, как видите. Суть, в общем-то, в том, что как раз преимущество в апгрейд на атаку может компенсировать отставание в пару апгрейдов на армор, а вот если у вас на атаку апгрейды одинаковые, а на армор соперник все равно на 1-2 апгрейды впереди, то это, в общем, очень-очень грустно. Видите, иногда немножечко подтормаживает картинка, кроме того, вторая игра не с начала, я хотел бы сразу объяснить, в чем тут дело, дело в том, что в прямом эфире эту игру Deer против SS я не смог прокомментировать, потому что она по времени пересекалась с DreamHack'ом, поэтому я был вынужден скачать записи с Twitch'а, записи англоязычной трансляции на Twitch TV, ну и, как я понимаю, она вот изначально вся была с такими артефактами, то есть зрители корейского StarCraft'а, те, которые смотрят на английском, вот с такими лагами смотрели игру, поэтому цените ту работу, которую мы проделываем в прямых эфирах у нас на Africa TV, может быть, чуть хуже качества картинки, но зато нет никаких артефактов, все замечательно. Окей, вторая карта, это, как вы видите, Orbital Shipyard, счет 1-0, в пользу SOS'а, который оказался сильнее, как раз-таки, на карте Dusk Towers в первом сете, и в чем, давайте смотреть, различия на этот раз в плане билдордеров. Вы знаете, по-моему, особых отличий-то и нет, единственное, что на этот раз SOS поставил, по-моему, не два Stargate'а, а один, и, кроме того, сейчас у него нет прокси-базы. Тоже довольно существенное отличие, но SOS понимает, что в такой ситуации, как бы, снаряд дважды в одну воронку вряд ли упадет, и нет смысла ему снова делать ставку на прокси-базу, поэтому третий Nexus пошел у него дома, и пошел намного быстрее, чем у Дира. Интересно будет посмотреть, как Дир изменит свою игру. Понятно, что, ну, как бы, на этот раз у соперника нет прокси-базы, поэтому Дир будет чуть корректнее оценивать то, что происходит в игре в целом, но мне больше интересно, какие выводы он сделает по поводу апгрейдов, какие выводы он сделает по поводу дисрапторов, которые у него не сработали толком, именно благодаря тому, что SOS очень хорошо работал фениксами. Будет ли менять что-то глобально Дир, или все-таки сосредоточиться на более качественном исполнении абсолютно той же темы. Ну и вот важный момент, SOS ставит на этот раз одну форжу, посмотрите, причем позже, чем его соперник, поэтому, судя по всему, позади по апгрейдам Дир не должен быть, если не произойдет ничего экстраординарного. Нам всеми концентрируют внимание на том, что SOS не добывает один из газов на натурале, ну, не знаю, с чем это может быть связано. Потому что, в целом, в целом это сейчас, не думаю, что дает SOS какой-то выигрыш по минералам, скажем так. В общем, не знаю. Не знаю, в чем суть. Ладно. Мы видели, кстати, прокси пилон, только что от SOS, интересно, что и зачем он делает. Что он там такое хитрое придумал? Это, видимо, прокси пилоны от Warprizm, потому что они так интересно разбросаны. Это мне, знаете, что напоминает? Мне напоминает, как ставят пилоны в матч-эпи ПВТ. Знаете, вот по краям карты расставляют много пилонов, причем по разным краям карты, просто для того, чтобы, если там пролетают медиваки, то их можно было увидеть на миникарте. То есть, понятно, что на эти пилоны ничего не наварпаешь, понятно, что теран их тоже, вероятнее всего, увидит, высадится и убьет, и это будут просто потерянные минералы, но зато к вам не прилетит, откуда ни возьмись, какой-то дроп. Поэтому тут такая палка о двух концах. С одной стороны, это может быть инвестиция в пустоту, особенно если дропы там летать не будут, или если этот пилон будет быстро потерян, но с другой стороны, вы не пропускаете дропы, что в целом само по себе очень здорово. Дир снова делает шторм, Дир снова делает апгрейд на шторм, и поэтому, ну, можно ждать от него и дропов, хотя, как мы понимаем, СОС постарается подготовиться к этому оптимально. Можно ждать от него и фидбэков феникса, вы, конечно же, штормов, такой мясной состав армии красного протаса. Четвертый Нексус уже пошел у СОСа. Дир буквально в эту же секунду отвечает ему тем же. Ну и в итоге мы видим примерно равную ситуацию сейчас в игре. 127 лимита на 110, правда, легкое такое преимущество СОСа есть по армии соплаев, в то время как по рабочим все предельно ровно. Что это такое? А-а-а, смотрите, что делает СОСа. Очень красивый эпизод сейчас был, хорошо, что со всеми этими лагами мы его смогли рассмотреть. В общем, в чем суть? Он поднимал и опускал своих имморталов для того, чтобы сжечь часть маны фениксов. Для того, чтобы если бы феникс войдет в фидбэк, то у них было бы меньше маны, и они таким образом потеряли бы меньше хитпоинтов. Напомню, что фидбэк, способность темплеров, можно применять по отношению юнитов, по отношению к юнитам, у которых есть мана, есть энергия, и они забирают у этого юнита столько хитпоинтов, сколько у него в данный момент энергии. Поэтому сжигая таким образом энергию фениксов, СОС не дает возможности Диру фениксов уничтожить фидбэком, а просто получается, что они забирают ману и немножечко шилдов. Очень красивый момент. Я, в принципе, не призываю делать то же самое вас в ваших ладерных играх, потому что это такой очень сложный прием, который требует отдельного внимания, и внимание все-таки, как правило, в играх. Не самый высокий уровень расходуется на немного другие вещи, но вот просто, если посмотреть на то, как это делают профессионалы, то, согласитесь, можно восхититься подобными задумками, подобной заботой о собственных юнитах, потому что это совсем такие редкие, необычные вещи, которые в простой ладерной игре, само собой, не встретишь. Ну, на то мы и смотрим матчи корейских профессионалов, чтобы наслаждаться подобными мгновениями. У SOS делаются дисрапторы, на этот раз, видимо, Дир будет протасом, который хочет драться без дисрапторов, в то время как SOS, имея в воздухе фениксов, также подстраивает и дисрапторов. У Дира, в общем-то, нет никакой возможности выстрелы дисрапторов блокировать, поэтому у него, видимо, единственная надежда будет на качественный сплит, и сейчас мы посмотрим, как SOS будет микрить дисрапторами. Игроки как будто бы поменялись ролями, ну и вот первый залп дисраптора был очень неплох. Судя по всему, Дир в качестве МАЗ ДПСа рассчитывает на свои штормы, поэтому нам предстоит сейчас оценить, что лучше, штормы или дисрапторы в современном ПВП. Красиво Сентри, видели, как зацепил напоследок дисраптор? Здорово, здорово. Здесь феникс избивает варпризму, но, судя по всему, пятый Нексус SOS все равно потеряет, и сейчас успевает ли зайти SOS на позицию? Успевает, и даже вот такой вот жесткий залп проходится по войскам протаса, синего протаса, конечно же. Хорошие штормы напоследок от Дира, он пытается под прикрытием штормов как раз отступить, потому что очень не хочется ему драться сейчас, не имея дисрапторов. Дир в это время дома, если я все правильно заметил, ставит второй Робора, Бабей, и сам будет дисрапторов переходить, и вы знаете, штормы у него очень здорово заходят, он вот так вот на отступлении регулярно ловит соперников, в то время как залпы дисрапторов SOS в последнее время не особо проходили. Ну вот пару зилотов снял, неплохо, конечно, но по-моему с эффектом от шторма в самую гуще войск соперника не сравнится. Забегание с зилотами очень хорошее от Дира, он просто сливает лимит сейчас для того, чтобы наполнить его более дорогими войсками. Вот смотрите, ой-ой-ой-ой, здесь штормы какие мощные, сталкеров. Так вот, смотрите, Дира только что слил кучу зилотов, а дома в это время даварпал темплеров, заморфил из них архонов и заказал еще пару дисрапторов. Против дисрапторов Дира, опять-таки, у SOS есть фениксы, то есть у него в целом состав армии предпочтительнее, но вы знаете, пвп дисрапторы на дисрапторы это такое, ну не то чтобы прям совсем рандомное занятие, не то чтобы совсем рандомный матчап, но вот действительно есть там определенные проблемы, связанные с тем, что иногда буквально из-за одного почти случайного выстрела игра может закончиться, тем не менее сейчас немного другая ситуация, сейчас армии просто разминулись друг с другом, посмотрите, как забавно, и Дир и SOS штурмуют четвертые локации соперника, ну сейчас мы посмотрим, каким образом будет действовать ситуация размена протаса, видимо, они решили, что вместо сражений лоб в лоб, они просто лучше разменяются, чтобы не зависело все от пары рандомных выстрелов дисрапторов, но суть в том, что все равно дисрапторы могут сказать свое веское слово, нам акцентируют внимание на том, где находятся обсерверы синего протаса, показывая здесь даркшрайн, а SOS в итоге вернулся домой, ага, SOS в итоге вернулся домой, убив сопернику четвертую, ну и пытается как раз на отступление отжать тут парочку имморталов, сейчас залпы дисрапторов пойдут, и очень жесткие залпы, ужас какой, какая жуть просто, и с той, с другой стороны дикие залпы, я даже не знаю, кто лучше в итоге выстрелил, но мне показалось, что вот залп Дира, который вынес сопернику дисрапторов трех-четырех, был все-таки более смертоносным, ну и кроме того, сейчас просто ситуация по локациям очень неприятная для SOS, потому что у SOS, я так понимаю, остались всего два NXUS на мейне и на натурале, то есть толком экономики у него нет, посмотрите на табличку Income справа сверху, у красного протаса сейчас плюс 400, то есть экономики у него действительно практически нет, у синего плюс 1200, добывает он в данный момент в три раза больше, но вот у SOS там еще пятый NXUS внезапно есть, и кроме того, он дарками врывается на базу соперника, так что в целом не все так плохо, в целом далеко не все так плохо, о-хо-хо, какие залпы от SOS, Дир оказался абсолютно невнимателен в этом эпизоде, и отдал он своих дисрапторов, отдал на залпе от красного протаса, который, по-моему, может быть очень доволен текущим положением в игре, похоже, он снова выровнял ситуацию, во-первых, Income сейчас сравнялся, во-вторых, соперник потерял очень много дисрапторов, но не забывайте все-таки, все может решиться буквально после одного-двух удачных выстрелов, стоили с другой стороны выстрелов дисрапторов, именно, что с Архона отжал у соперника Дир, ой-ой-ой, это что за дисраптор такой, вроде бы он ничего не убил, а вот эти залпы могут убить намного больше, и что, есть обсерверы или нет, неужели снова нет обсервера у Дира, но это как-то было бы совсем глупо, хорошие пока сплиты против дисрапторов, но ведь нету обсервера здесь, и Дарки там нарезают, пошел выстрел от синего дисраптора, но ни по кому толком Дир не попал, и вынужден он отступать, прежде всего из-за того, что у него реально тупо нет обсервера, понятно, что можно, ой-ой-ой, какой блинг вперед, забрал дисраптора СОС, выстрелы дисрапторов от красного протаса, но очень странно, он блингнулся прям под имморталов соперника, иммортал СОС, в свою очередь, сейчас терпит от зилотов, ну как же здесь отдался СОС, какой неосторожный блинг вперед, и все это время, что характерно, Дарки живут, тут по-прежнему нет синего обсервера, но все равно посмотрите, как спокойно разбирается Дир, просто на своем мясе, просто на зилоархонах, с войском СОС, СОС, конечно, очень зря блингнулся вперед, поймал залп от имморталов, поймал залп от дисраптора, ну и, судя по всему, на этом игра просто-напросто закончится, потому что сейчас очень много лимита у Дира, да, у Дира, конечно, Дарки на всех базах, у него вновь категорически не хватает детекции, но, откровенно говоря, я не думаю, что это сейчас что-то изменит, отсутствие детекции, я имею ввиду, красивое СОС забирает дисраптора, вот, подлетает обсервер, и Нексус все равно сохранен, пусть даже на 70 хитпоинтах, но этот Нексус вполне возможно Диру сейчас вообще плевать, потому что он, в целом, готов идти заканчивать игру, посмотрите, как много у него одних Зил Архонов, 20 Зилатов, 4 Архона, 2 дисраптора, а там всего 13 блинг сталкеров, и 2 Дарка. Надежда, видимо, опять на то, что получится зафокусить обсервера, и отбиться на Дарках, но Инкам у СОСа очень слабый сейчас, и толком он не может построить достаточно войск. Вы знаете, вот здесь сталкерами он может попробовать под фотонками, да-да-да, под пилон оверчарджем, покайтить, но ой, какой залп дисраптора в экономику мог зайти, пока всего 3 раба, но там может получиться и намного больше, а это куда? Это в пилон в итоге. Ну, по пилону это явно мимо кассы. Минус Мазер Шипкор, по-моему, сейчас был для Дира, СОС очень красиво держится, ну а Дир, понимая, в общем, в чем его главная проблема, в отсутствии, прежде всего, дистанционной какой-то атаки, наварпал дома кучу сталкеров, этими сталкерами он как раз охранял свой новый Нексус, именно туда сейчас вроде бы идет СОС, но не знаю, что ему тут светит, да, тут дисрапторы есть, тут свои сталкеры, и уже блинкается вперед, вот так вот Дир пускает еще и параллельно дисрапторов, ну и в это же время мы видим, что идет Дир убивать СОС, его последнюю локацию, мне кажется, что даже это убийство дисрапторов ничего не решит, джи-джи, да, там, к сожалению, буквально на последней секунде обрезался, вот, прошу прощения, но это была победа, именно в ту же секунду, как раз и признала свое поражение протас Джинейр Грин Уинкс, вот просто в ту же секунду, счет таким образом стал 1-1, ну и теперь у нас вроде бы больше ничего не будет обрезано, и как раз третий сет на карте Лири Лакрест предлагается вашему вниманию, Джинейр Грин Уинкс СОС, появился слева-сверху, действующий чемпион мира StarCraft 2, правда, Heart of the Swarm, а не Legacy of the Void, но с другой стороны, все успехи и титулы Дира тоже были во времена Heart of the Swarm, поэтому, пусть их даже было намного меньше, поэтому не будем обращать такое уж внимание на заслуги и титулы, и все остальное, два гейта, и стоят с другой стороны, на карте Лири Лакрест, обратите внимание, видимо, оба игрока чувствуют себя достаточно неуверенно на этой карте, в плане занятия второй базы имеется в виду, ну и СОС разведывает соперника, не находит его с первой попытки, то же самое и Дир, посмотрите, оба поехали разведывать вниз, толком они там ничего не найдут, но зато СОС найдет здесь место, похоже, для постановки Proxy, очень интересно, что это будет, ну вы знаете, это не может быть Stargate или Robotics, это явно Twilight, и вероятнее всего, это тогда Darky, почему не Stargate или Robotics, ну потому что в таком месте их просто нет смысла ставить, ведь Stargate и Robotics ставятся в Proxy, как правило, для того, чтобы сократить расстояние до локации соперника, но ведь СС понимает, что соперник может быть не только вправо внизу, но и справа вверху, где он в итоге появился, и в таком случае, конечно, постановка Robotics или Stargate здесь была бы абсолютно неоправданной, поэтому мы действительно видим Twilight, ну тут одно из двух, либо это Blink, что впрочем маловероятно, потому что тогда смысла особого прятать Twilight нет, либо все-таки Dark Shrine, мне видится куда более вероятным именно второй вариант, конечно, еще есть экзотические варианты, допустим, с апгрейдом на скорость атаки адептом, но это, конечно, куда менее вероятно, но действительно Dark Shrine пошел со стороны СС, ну и теперь вопрос в том, как будет отбиваться Дир, будет ли у него вообще хоть какая-то детекция, потому что пока, вы знаете, ну пока все просто смотрится как очень простые 2.1 DSS, потому что, если у Дира детекции не будет, то, само собой, Darkovin умрет, какие тут вообще, какие тут варианты, нет детекции, значит невидимые юниты, все уничтожают, посмотрим, конечно, может быть, Дир сейчас внезапно разживется Robotic, или еще чем-нибудь, но пока очень похоже на то, что СС просто очень спокойно придет Darkovin и убьет соперника, с другой стороны, тут Дир будет сейчас пытаться давить соперника по земле сталкерами, и вот это тоже очень интересный момент, потому что там толком ничего нет у СС дома, и Robotic ставится, но ставится очень поздно, по сути сейчас, как раз, смотрите, синхронно доделывается Dark Shine, достраивается апгрейд на варп, и уже будут варпнуты первые дарки, но видит этот пилон Дир, Дир видит пилон, и возможно он даже видит, что идет варп, так, ну не совсем понятно, видит он все-таки или нет, но варп состоялся, Дир должен был, по-моему это, да, Дир заметил этот варп, смотрите-ка, сейчас просто форсфилды будут, ну молодец Дир, во-первых, очень глазастый, во-вторых, очень правильно разведал пилон на третьей локации, и, собственно говоря, вот так вот забрал этот, даже два прокси пилона здесь получается Дир, при этом спокойно отбивается дома, потеряв пока только одного сталкера, как мы понимаем, да, но сейчас уже вылетит об сервер, поэтому и позволил себе Дир запустить на мейн Дарка, что ж, молодец Дир, в очень тяжелой он был ситуации, детекции у него не было, но вот успел он каким-то чудом заметить эти блики на поверхности, когда варпались дарки, успел он прежде всего найти сам прокси пилон, вот тоже стоит отдать должное Диру, не всегда в такой ситуации протасы вообще находят прокси пилон, поэтому хорошо для него, что успел проверить, хорошо для него, что успел отреагировать, ну и теперь давайте смотреть, как будет выбираться, СС из довольно непростой ситуации, в которой он оказался, потому что он идет в блинг, причем в блинг агрессивный, судя по тому, что у него добавляется сразу два гейтвея, три гейтвея, да, уже добавляется, в то время как у соперника вовсе делаются имморталы, ах, тут Дир промахнулся с форсфилдами, поэтому я даже не знаю, какие тут ОСС-перспективы заблинг пушить соперника, мне кажется, что это плохая идея, надо бы ему как-то в макро переходить, но он этого не делает. У Дира, да, пока всего лишь два гейтвея, и в целом я согласен, что у него продакшн может быть недостаточной для того, чтобы так прям спокойно, уверенно отбиться, но суть в том, что просто наличия одних имморталов будет достаточно для того, чтобы справиться с масс-блинг сталкерами от ОСС, ОСС вновь ставит Прокси Пилон примерно там же, где он стоял до этого, у Дира делается свой блинг, добавляется свои несколько гейтвеев, ну и сейчас у него будет уже два иммортала, будет заказан третий, очень тяжело будет что-то придумать ОСС. Насколько хорошо у него было все на том этапе, когда варпались дарки, и когда казалось, что Дир к ним абсолютно не готов, ну и вот насколько Дир там переломил ситуацию, очень грамотной проверкой Прокси Пилона, ну и вот настолько, что сейчас ситуация не в пользу ОСС, и ему тоже нужно как-то попытаться переломить, ух ты, ух ты, как это Дир сообразил, что здесь дарки, интересно, он их вроде бы не мог никак увидеть, но зато ОСС сумел вроде бы обмануть соперника, показав тому, что у него было совсем чуть-чуть сталкеров, вот он шанс для ОСС, вот он шанс сейчас просто забрать всех имморталов до единого, и как красиво ОСС сначала отключил барьер на каждом из этих имморталов, а потом их начал фокусить, правда блинг был только что какой-то странный и неправильный по-моему от ОСС, но в любом случае, ну как, сталкеров у него конечно остается мало, но с другой стороны он забрал всех имморталов, поэтому даже не знаю, что вам сказать. С одной стороны все-таки ОСС только что все грамотно сделал, потому что сумел убить всех имморталов, но с другой стороны это так много времени заняло, и он так много урона получил, и он при этом еще и отдал своих дарков, и он еще и при этом дал время сопернику доделать собственный блинг, да, как-то получается, что все равно у ОСС тут шансов нет. Единственное, что вот он попытается сейчас контратаковать дарком, но здесь есть мазеркор и какая-то детекция, я не вижу, где тут опс, но он явно есть, и понимая это, ОСС пишет GG и выходит. Что ж, счет становится 2-1. 2-1 в этом вест-офф-3 противостоянии, ну и мы с вами сейчас прыгаем на карту террасы Приона. Вот и она. Воды карты террасы Приона, счет 2-1, и впереди в этом матче находится как раз Samsung Galaxy Deer. Сейчас ему осталась одна победа для того, чтобы пройти высший дивизион корейского StarCraft, но что касается его соперника, то SOS из Genair Green Wings конечно очень важно сейчас победить, у него уже нет права на ошибку, и он появился слева-сверх на террасах Приона, шел он в Дарков, как мы помним, на карте Lirilla Crest с Proxy Twilight, с Proxy Dark Shine, хорошая стратегия на самом деле, и опять же он был очень близок к ее реализации, да и вообще SOS был весьма близок к успеху и во втором сете тоже. Там, вы знаете, вот буквально пара мелочей, если бы сложилось по-другому, вот пара каких-то там мелких-мелких-мелких деталей в мозаику складывалась чуть-чуть иным образом, и сейчас был бы счет уже 3-0 в пользу SOS, а не 2-1 в пользу Dira, но вот молодец Dira, много очень правильных грамотных действий совершить успел. Сейчас мы видим, что на террасах Приона разные билдордеры, разное начало выбирают протасы, если SOS играет один Gate Nexus кибернетку и не видит Dira Nexus, но на самом деле он должен предполагать, что там он есть, потому что в такой ситуации просто по таймингу кибернетки можно оценивать. Вот смотрите, у Dira кибернетическое ядро готово на 7 где-то секунд раньше, и как раз посмотрев, сколько хитпоинтов в данный момент у кибернетического ядра соперника и сравнив с количеством хитпоинтов своего кибернетического ядра, Dira может установить, что там есть Nexus. Опять же, это далеко не тот прием, который вам нужно применять в своих ладдерных играх, потому что в ладдерных играх соперник может просто тупо навтыкать, и поэтому у него там где-то как-то хитпоинтов будет меньше или больше. Здесь, естественно, ни о каких втыках не может быть и речи, поэтому вот даже 5-7 секунд отставания в таймингах можно очень легко нивелировать, очень легко можно понять, какую стратегию идет соперник, ну и посмотрите, в какую стратегию сейчас идет Dira. Dira идет в стратегию Proxy Robotics, которую он еще и ставит вот так вот нагло, прямо под носом у соперника, как будто бы говорит, ты мне все равно ничего не сделаешь, я все равно здесь поставлю роба, я все равно тебя зарашу. А что делает SOS? SOS ставит Dark Shrine? Вау. SOS снова ставит Dark Shrine и честно говоря это решение видится мне довольно странным, ведь он уже увидел роба. Нет, конечно, в общем и целом задумка ясна, во-первых, прекрасно понимает SOS, что у Dira там будет строиться Immortal, что это Immortal Push просто с одной базы и прям построить быстрого обсервера, ну, не факт, что захочет его соперник, скажем так. Кроме того, расположен в прокси этот роба, поэтому обсервера домой вряд ли успеет отправить Dira, поэтому в случае чего можно будет навязать сопернику ситуацию размена, в общем, все это понятно и логично, но, честно говоря, все равно очень спорно играет в этой ситуации SOS, потому что, понимаете, как он собирается контратаковать, предположим, очевидно, а вот как он собирается дома защищаться, кто-нибудь может объяснить? Сейчас, да, он будет просто бросать там как-то пилоны верчаджи, например, он на пилоны верчаджах очень сильно пробил Immortal, у него там буквально чуть-чуть хитпоинтов осталось, но, собственно, что дальше-то делать? Один Dark варпается здесь, дома, второй Dark должен был быть варпнут в гостях, так сказать, должен был быть варпнут на Main Deer, успел или нет SS это сделать? По-моему, не успел, да, просто не успел, посмотрите, там, кажется, был один Dark в табличке продакшен, но в любом случае сейчас все гейты отключены, этот гейт тоже не доделается и уже вылетел первый обсервы Rudeira и все, Dark уничтожен, второй Dark где, я не знаю, но это уже вряд ли играет какую-то роль и GG пишет SOS и вот так вот Samsung Galaxy Deer заканчивает эту игру своей победой после игры в Proxy Robo против Dark в целом задумка SS опять же была ясна, но, увы, ях, она не удалась. На этом, в общем-то, и все на сегодня. Спасибо всем, кто смотрел прямую трансляцию, кто посмотрел этот матч в записи, прошу прощения за не совсем хорошее качество записи этого матча. Услышимся с вами в рамках Кореи на прицеле уже в следующую среду. Обязательно приходите на прямой эфир Африка ТВ слэш Корея 20. Для вас работал Alex007. Поздравляем Дира с выходом в Ковудес и желаем СОСу вернуть его чемпионскую форму.